На прошлой неделе наш город принимал традиционный, уже 12-й по счету, юношеский турнир по карате «Звезды Полисия», который, как всегда, получился ярким, красочным событием с участием сильнейших юношеских команд нашей страны и вниманием зрителей и почетных гостей, которых мы увидели на торжественной церемонии открытия турнира. Ей здесь придается большое значение. То, что турнир проходит уже в 12-й раз в Мозыре, говорит о многом. Наверное, это и условия проведения для спортсменов, и гостеприимство Мозырское. Все это вкупе дает, наверное, и популярность этому турниру, и то, что спортсменам хочется сюда приезжать. Отдел спорта и туризма Мозырского райисполкома был в числе соорганизаторов турнира вместе с отделом идеологической работы культуры и по делам молодежи. Отдельно следует отметить открытое акционерное общество Мозырсоль, предоставившее свой спортивный комплекс для проведения соревнования. Мы с удовольствием приглашаем и проводим этот турнир, потому что Гордынская Наталья Николаевна, специалист своего дела, она всегда организует очень хорошие, красочные турниры. И самое главное, что он очень по возрастам такой приятный видеть и малышей, и средний возраст. И я думаю, что всем здесь очень уютно и комфортно. Значение турнира для белорусского карате подчеркивает легендарный Андрей Яковлевич Вилькин. Заменитый спортсмен и тренер, всегда с большим удовольствием приезжающий в Мозырь. Я думаю, что когда закладывается какая-то традиция, это очень здорово, и мы помним свою историю благодаря традициям. Ну и турнир «Звезды по лесу» проводится уже 12 раз, это серьезная дата. Конечно, уже состав участников частично обновился, некоторые выросли, добавились новые молодые спортсмены. И очень важно, что этот турнир является хорошей ступенькой для того, чтобы нашим молодым спортсменам, нашей смене, удавалось добиться каких-то высоких результатов на международное время. Отметим, что недавно в Карловых Варах, Чехия прошло мировое первенство, где белорусская команда завоевала 15 медалей, из которых 8 – высшие пробы. И вполне возможно, что кто-то из участников турнира в Мозыре «Звезды по лесу» через несколько лет тоже выйдет на датаме планетарного масштаба и принесет медаль своей команде. Сегодня вот уже в 12 раз мы проводим в Мозыре традиционные республиканские юношеские соревнования по карате «Звезды по лесу». На эти соревнования в этом году к нам приехало больше 130 спортсменов практически из всех областей. Мы очень довольны, что несмотря на различные трудности, ребята нашли возможность приехать и порадовать нас своим спортивным мастерством. Наталья Николаевна – главный идейный вдохновитель и организатор турнира вместе с клубом «Сайдакай», который Гордынска возглавляет, а также Белорусской федерацией «Шатакан Карате Дом». При этом было видеть представителя Мозырской районной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», которая тоже являлась одним из партнеров турнира. Я уже не первый раз принимаю участие в этих турнирах в качестве почетного гостя. И с каждым годом вижу, что наше молодое подрастающее поколение ребятишки и девчонки все более увлекаются этим видом спорта. Карате – тот вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. И некоторые из участников турнира уже имеют большой опыт как тренировочных занятий, так и выступлений на всевозможных соревнованиях. Я занимаюсь с двух лет. Мне нравится этот стиль спорта тем, что тут ты обучиваешься защите. И если, например, на тебя напали, ты можешь защититься. А так, если ты нигде не занимаешься, ничем не занимаешься, ты не отобьешься ни от такого. Уже в этом возрасте детвора ставят перед собой цели. Планирую посвятить годы изучению этого восточного единоборства. Я буду долго заниматься. И моя мечта – это чтобы достичь черного поля. Познакомившись с гостями турнира, Аксюша представляет сомалийский клуб «Гепард» «Макар Куб» «Восточный ветер» из Бобруйска. Перейдем к хозяевам состязания «Звезды Полесья» – каратистам клуба «Саид Акай», которые состязались в нескольких видах программы. Везде претендуем на первенство. Сумо – четвертое. Кихон-комитэ – один раз четвертое, один раз первое. В ката индивидуальная сегодня четвертое. Еще занимала третья и занимала первая. Здесь Саша затронула все последние соревнования, где она выступала. Тут же на турнире «Звезды Полесья» стрельчук заняла четвертое место в индивидуальном ката среди девочек 8-9 лет. А вот наш следующий собеседник – бронзовый призер. А в каком виде программы – будет понятно из его интервью. Мне этот турнир нравится. Больше всего мне понравилась эта ката индивидуальная юноша 9-10 лет. Что до победителей исчезла Мазариан, то в первую очередь стоит отметить Артема Ловчева. Он завоевал золотую медаль в индивидуальном ката среди спортсменов 14-17 лет. Я продолжаю любить заниматься в КАТ. Мне нравится боевое искусство. Потому что я мужчина, я должен уметь защищать свою семью. Поэтому я до сих пор занимаюсь каратэ. Что до других лауреатов и исчезла воспитанников Музырского клуба каратэ с Айдекай, то отметим еще одного чемпиона, причем двукратного, Ивана Прокоповича, одержавшего победу в кумите среди юношей 12-13 и 14-15 лет, а также Дарью Потапову. Она среди девушек 14-15 лет заняла первое место все в том же кумите. Звание вице-чемпиона удостоен дважды Андрей Шатилов. Обладателями бронзовых наград стали уже знакомые нам Михаил Коростылев, а также Алиса Пантелеева, еще одна воспитанница клуба каратэ с Айдекай, который занял четвертое общекомандное место. Трио призеров – столичные «Айсберг» и «Ягуар», а также «Пинский» и «Ксаева».